Половина вашего успеха это хороший партнер. Я считаю, что мой успех заключается и в том, что я нашла себе классного партнера. Потому что партнер не взялся из ниоткуда. Партнера А я привлекла, Б помогла этому партнеру, как и он мне, стать таким партнером. Поэтому если вы этот вопрос задаете, как очень часто говорят, ну это там мужчина ее сделал или он без нее бы ничего не достиг. Абсолютная чушь. Люди притягивают друг друга и, что самое главное, умудряются оставаться вместе на протяжении длительного времени. Потому что учтите, что мы притягиваемся друг к другу, с друзьями, с кем бы то ни было. Одними людьми, а дальше мы двигаемся. Помните, у вас было такое, когда вы там, например, смотрите, вы с вашим одноклассником пришли в один класс, у вас приблизительно одна ситуация, вы ходите в одной одежде, а потом раз он стал классно учиться, например, или плохо учиться. То есть вы раньше были одинаково, а потом разошлись в чем-то. Потом он раз закончил институт, и у него успешная карьера, а у вас нет. Вы потом приходите к нему наниматься на работу, например, а он уже босс. То есть то, какими мы были в начале пути, вообще то, какие мы есть сегодня, это вообще не означает, что мы будем завтра такими. Мы завтра 100% будем другими. Вопрос, какими? И когда мы находимся с кем-то рядом, будь это наш муж, жена, сестра, брат, друг, мы меняемся. То есть мы не на одних рельсах. Вы должны это понимать. Люди разные. Это то, почему люди разводятся. Потому что со временем их рельсы расходятся. Поэтому я считаю, что заслугой людей является, первое, изначально привлечь к себе классного партнера. Второе, суметь во всем вот этом вот многообразии жизни, а сегодня она бешеная, многообразная, суметь остаться друг для друга интересными, желанными, прикольными, классными и так далее, удобными на протяжении каждого дня жизни. Даже не на протяжении года или пяти или десяти каждого дня. Потому что каждый день может произойти определенное событие или ситуация, которая вашу дорогу уведет в другую сторону. Ну вот помните, вы там жили-жили, 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 а потом в какой-то момент раз и познакомились с кем-то. И все. И дорога пошла в другую сторону. То есть это не случается по каким-то определенным датам. Это просто происходит в жизни. Поэтому я считаю, что я огромная молодец. И что мой успех, и это и мои крутые отношения, которые я создала. Считаю ли я, что мой успех благодаря моему партнеру? Нет. Я считаю, что мой успех благодаря мне, а его успех благодаря ему. И то, что мы можем эти успехи соединять и идти вместе, это тоже успех каждого из нас. Не стоит деребанить это в общую кучу. Вот что я считаю. То, что мы две самостоятельные личности, это сто процентов. И я не верю в то, что успех одного делает успешным другого. Нет. Вот знаете как, если артист успешен и продюсер успешен, они расходятся в сторону и остаются оба успешны. Это мое вот видение, если это настоящее. Поэтому такой вот вам ответ. Добрый день, подскажите, есть ли люди, кому не подходит рерайтер? Были плохие отзывы? Сейчас объясню вам. Вопрос, как и вообще в чем бы то ни было. Я, когда человек идет на рерайтер, я стараюсь объяснить, для кого этот рерайтер. Рерайтер это для людей, которые готовы меняться. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, то плохих отзывов не будет. Но, и не было. Но если человек приходит, а есть очень маленький процент такой, очень маленький, но есть, который приходит себе доказать несколько вещей. Первое, это не работает, это не работает. То есть он приходит с четкой уверенностью того, что это не работает, это ему не подходит, и он пришел сюда это доказать. Это первая история. Второй момент, это когда человек начинает все-таки пугаться и теряться в этих изменениях, и у него побеждает его страх. Когда он начинает активно цепляться за, мы называем это, за своего внутреннего обманщика, который говорит, зачем тебе эти изменения, зачем тебе все это вокруг. Человек начинает хвататься, как правило, за свою гордыню. Объясню, что это в моем понимании. В моем понимании этот человек говорит, например, «Вы сказали слово матерное, вы меня оскорбили». И в моем случае чаще всего это происходит так, «Вы отнеслись ко мне без уважения». В этом случае ему ререйтер не подходит. То есть если человек изначально приходит со своей короной и считает, что моя цель его оскорблять, а матерные слова или резкие, а они у меня, не могу сказать, что в большом количестве, но иногда проскакивают. В этом случае человек находит то, что он ищет. В остальных случаях ререйтер работает на 300%. Если вы хотите перемены, вы к ним готовы, а не вы ищете доказательств того, что весь мир дерьмо, то 100% это работает. Поэтому негативные отзывы у меня были единичные, и это были не столь негативные отзывы на ререйтер, сколько на то, как я позволяю себе резко в каких-то моментах ставить на место. А я считаю, что резкость нам необходима, ну я такая. Ну то есть я же не скрываю это, вот видите, я общаюсь, я такая, какая я есть, и когда мы куда-то идем, мы изначально должны выбирать себе тренера, своего наставника, своего правдника и так далее. Как поверить, что я достойна и могу больше достичь в жизни? Необходимо всегда начать с вопроса, а почему я не верю в это? Что с вами в жизни такого случилось, что вы не верите? Вот понимаете, нужно всегда искать причину. Заставлять нельзя, нужно понять, почему я не верю. Ведь по определению каждый человек в жизни может абсолютно все и достоин абсолютно всего. Нас никто с маркировкой в мир не присылает, достоин, недостоин, этому больше, этому меньше, нет. Это мы определяем сами. И важно разобраться, чаще всего вот это «я не достоин» это наши программы и внутренние убеждения, которые с детства в нас каким-то образом кто-то засунул. Когда родители нам говорили, что ты там козел, у тебя ничего не получится. Когда мы находились в каком-то обществе, которое нас точно так же заставляло думать о себе плохо. То есть надо разобраться с этим и спросить себя, а с чего вдруг я решил, что я не достоин. Ну то есть просто сказать себе, давай сейчас напишем 30 причин. И посмотреть на эти причины как взрослый человек. Просто взять их, так знаете, и разобрать. Это как раздеться перед зеркалом однажды вдруг и рассмотреть, что там, как там сиси выглядят, что там у тебя между ногами. Знаете, не просто одеваться там и типа странные какие-то органы у меня, там что-то я стесняюсь на это посмотреть, а разобраться. Когда вы начинаете разбираться, очень многие ваши страхи уходят. А когда этот процесс пойдет, вы уже спокойно выберете для себя какую-то подходящую программу, книгу и прочие вещи, которые начнут ваш путь. Значит, все дело в гармонии с партнером. Дело не в гармонии с партнером, дело в гармонии с самим собой. Вы должны еще раз осознавать, что дело в гармонии с самим собой. Когда я знаю, кто я, когда я знаю, чего я хочу, я, соответственно, понимаю, кого я хочу видеть рядом с собой. Понимаете, женщины, которые притягивают, например, мужчин-придурков, это же не счастливые женщины. Потому что ко мне подойди, придурок, я ему скажу, слушай, ну чувак, ну сори, ты мне вообще не интересен, до свидания. Я не вступлю в отношения с мужчиной-придурком, который меня унижает, который меня угнетает. Потому что я прекрасно знаю, что я из себя представляю. Но если я сама по природе жертва, если я сама в себе не уверена, если я не верю в то, что я никого-то способна нормального притянуть, не знаю, кого я хочу притянуть, то, конечно, я притяну придурка. Поэтому история не про гармонию, история про то, когда я понимаю, кто я есть и чего я в жизни хочу. Вот и все. Так, напомню, Тила, шукаю черивну пылюлю. Не знаю сейчас, о чем вы. А, тише шути, наверное. Хочу подарить мужу ваш курс. Я вам рекомендую изначально подарить мужу мои бесплатные уроки, мою книгу. Просто сказать, или эфир. Сказать, посмотри. Если муж отреагирует очень остро, то бесполезно. Менять другого человека без его желания – это очень опасно, потому что он начинает быть агрессивным в нашу сторону. То есть он начинает сразу же… Люди не любят, когда их меняют, помимо их воли. То есть он сразу будет вам говорить, а что тебе такое, не нравлюсь, ах, тебе другое нравится. Это просто, это же проверенная абсолютная история. Поэтому нужно изначально понять, что ему заходит, например, моя манера общения, ему заходит такая информация, он скажет, ну окей, хорошо, ладно. Потому что если это будет типа заставляние какое-то, то это плохо закончится, не надо. Скажите, пожалуйста, как правильно вести дневник благодарности. Приходите на Рерайтер жизни, я вас всему этому научу. Друзья, это мой бизнес, где я детально обучаю вещам. Поэтому приходите, я вам расскажу. Это на Рерайтере жизни, мы этим занимаемся. Так, о, Ирочка, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, для мужчины подойдет курс? Конечно, да. Да, у нас есть мужчины абсолютно разных возрастов, их естественно в меньшинстве, но тем не менее они есть и, конечно же, подойдет. Так, мы только начали свой путь, свое дело, вижу огромное желание двигаться, хочу внести в свою лепту для развития. Ну, это прекрасно, желание прекрасно. Еще раз говорю, самое главное, вот это все мягенько делать с мужчинами так вообще. Я перед тем, как сказать что-то своему мужу, 35 раз, значит, найду удобные положения для того, чтобы это сделать, чтобы это все, знаете, мягко зашло. Иногда, правда, я стучу кулаком по столу и говорю, так, мать твою, мне уже надоело подбирать слова, сейчас будешь слушать меня. Вот, я Ермилова, вот такие бывают у нас штуки. Как проходит обучение по видео вживую или записи, вы присылаете. Вы можете зайти по ссылке в профиле, я в деталях об этом рассказываю. Расскажу вам еще раз, но вся эта информация есть. У нас есть два момента. Первое, у нас есть своя платформа, и где вы получаете запись к урокам. Уроки открываются постепенно, в зависимости от версии. В стандартной версии на написание каждой главы, соответственно, прослушивание урока и медитации дается два дня. После этого закрывается одна глава и открывается другая глава, то есть по заданиям. Это делается с одной целью для того, чтобы вы работали в темпе, а не откладывали все на потом, как это у нас обычно бывает. В более дорогих версиях есть открытый доступ к этому постоянно. То есть вы получаете задание, и вы должны его выполнить. Но у нас есть живой чат. Чат, в котором есть жизнь, в котором есть отчеты, в котором есть движуха, и чат, в котором есть я, в котором можно всегда задать вопросы. Я каждый день на связи с девочками, обязательно мы общаемся и так далее. То есть есть вот такая очень важная живая часть поддержки, где мы постоянно находимся вместе. Это позволяет нам, ну, ключевое, наверное, слово поддерживать друг друга. А мне позволяет сразу же отвечать на те вопросы, которые, возможно, являются неясны, давать какого-то больше фидбэка и так далее. Так это происходит. Так, если он хвалит и восхищается, но в свою очередь вообще ничего не делает и не работает, и не стремится чего-то изменить в нашей жизни. Я не знаю, это к чему. Партнер нормальный, самодостаточный, но нет поддержки и веры в меня от него. А с чего вы взяли, что ваш партнер должен в вас верить? Вот это, знаете, такая история наша постоянная, обвинить кого-то. То есть у вас сейчас позиция жертвы. Еще раз, существуют две ключевые позиции. Позиции жертвы и позиции лидера. Это давайте вот без каких-то там гримас сильных объясняю, чем отличаются две позиции. Их две. Первое, позиция жертвы, это тогда, друзья, сори, это был мой муж. Так, вы меня слышите. Смотрите, позиция жертвы и позиция лидера. Позиция жертвы, это тогда, когда вы говорите, почему у меня не получается, потому что он в меня не верит, государство не верит, мой муж меня не поддержал, моя мама со мной не поплакала. Что-то не сделали другие. Если в вашей жизни присутствует вот этот наезд на других, это жертвенная позиция. Ну, то есть вы можете говорить 300 тысяч раз, что вы лидер, но если вы зависите от других людей и считаете, что вы от них не можете не зависеть, вы жертва. Вторая позиция лидера. Позиция лидера говорит, так, мне проще самой во всем разобраться, взять за всю ответственность и самой разрулить все ситуации, которые есть. Это позиция лидера, то есть когда я понимаю, что другие люди не виноваты в том, что у меня что-то не получается, что во всем виноват или наоборот не виноват я, да, то есть в том, что у нас крутые отношения, я считаю, это заслуга моя, потому что я точно над этим работаю. Мой муж, наверное, тоже так считает, и это прекрасно, значит, мы с ним два лидера. Это круто. Вот что вы должны осознавать. Поэтому, когда вы начинаете ныть, что он вас не поддерживает, вопрос не в этом, вопрос просто может быть в том, что вы лидер, а ваш муж жертва, и вы не хотите быть жертвой. В этом случае вам нужно поговорить и сказать, дорогой, ты знаешь, мне не очень нравится твоя позиция, давай об этом поговорим, потому что либо мы с тобой найдем компромисс, и ты тоже поймешь, что я хочу, чтобы ты был активен, либо мы с тобой разойдемся. Понимаете, в чем дело? Вещи нужно называть своими именами. Кто-то говорит, это ультиматум, это не ультиматум, это правда. Точно так же, как я говорю своим ученикам, ребят, я обожаю вас, я очень много для вас делаю, но я могу называть и буду называть вещи своими именами. И в тот момент, когда вы будете тупить, я вам буду говорить, что ты сейчас тупишь, а не буду подбирать слова, чтобы вы не расплакались. Потому что если вам нужен человек, который собирает ваши сопли, то это не я, я не ваш тренер, не для вас. И все, у меня с моим мужем вначале были конфликтные ситуации, когда я, я же не всегда такая была, естественно, я развивалась, росла. Мне было 25, когда я начала с ним жить, ему было 45, я еще не была фулой бизнеса, еще ничего этого не было. Но тем не менее, у меня был характер, была хватка. И когда мы начали развивать бизнес, я стала достаточно жестенькой в вопросах с сотрудниками. И мой муж начал мне говорить, что, блин, мне стыдно, как ты себя ведешь, ты неадекватный. Я ему сказала, дорогой, но я такая, если бы я не была вот такой, то мы бы с тобой таких высот не достигали. Это черта моего характера, ты меня либо принимаешь такой, либо ты меня не принимаешь такой. Но мы не можем, мы развиваемся, мы должны понимать, что мы либо любим того человека, который рядом с нами. Я, конечно же, контролирую какие-то вещи, я понимаю, что я иногда грубо отвечаю в твой адрес, и это недопустимо. Я над этим готова работать. Но мягкой белкой я не стану, ну никак. Если я и стану, я тебя возненавижу, я все равно тебя возненавижу и сожру ночью. И когда мы начинаем разговаривать, когда мы понимаем друг друга, когда мы понимаем, что мы это делаем не специально, не для того, чтобы унизить, не для того, чтобы оскорбить, я постоянно каждой ремаркой к своим ученикам говорю, у меня не стоит задача унижать других людей. И не стоит задача, чтобы вы пришли, а я вас тут унижала и оскорбляла. Ну нет у меня такой задачи, но мне не интересно это. Это вы можете себя почувствовать такими. Да, потому что я говорю резко. Да, потому что я говорю правду. Да, потому что я вот такая. Но тем не менее, вы поэтому ко мне и пришли. Потому что кто с вами говорит мягко, я вытирал вам сопли, вы ничего не сделали. Вы ничего не сделали. Я своему тренеру разрешаю назвать меня сучкой. Сучкой, если я начинаю превращаться в мягкого башмака. Я ему говорю, говори меня, сука, встала и делай. Я просыпаюсь в этот момент. Я такая, ооо. Потому что если мой тренер начинает мне говорить, я знаю, что я ни черта не сделаю, я пошлю его в жопу. Первое мое требование, когда я начинаю, неважно, заниматься английским, искать любого себе наставника в каком-то деле, характер. Первое, мне спрашивают, какой язык должен знать, это должен быть носитель, какая фигура, пол. Я говорю, характер. Если характер будет мямля, я его съем. Я об этом говорю сразу же всем. Мне нужен человек с характером. Мне интересно с лидером. Мне неинтересно с мямлей. Вот, собственно, и все. И все. Так, посмеялись, хи-хи-хи, ха-ха-ха. На рерайтере даже дети рождаются. Да, это правда, у нас тут родили недавно. Ну, кстати, у нас много рождаются. Я ведь и стала заикаться. Это правда. У нас много происходит. Я, конечно, не знаю, как бы эти отчаянные, потрясающие беременные девушки приходят еще на рерайтер, добавляют себе огоньку. Но это бывает. Так, я продолжаю рассказывать, точнее, отвечать на ваши вопросы. Вижу перепуганные глаза от чьи-то. Поэтому, если у вас эти вопросы есть, у нас сейчас есть замечательное время, чтобы я на них ответила. Потому что свои спичи я могу вести, наверное, постоянно. Так, вы акула, а не зажигалка. Да, это не шутка. Я правда акула. Да, это правда. Вы не боитесь, что люди за спиной вас плохо будут говорить? Нет, пусть говорят. Как говорит Мадонна, лишь бы фамилию не путали. Мне все равно, кто обо мне что говорит. Есть огромное количество людей, огромное, которые приходят ко мне, платят деньги и учатся у меня. Есть огромное количество людей, которые каждый день пишут мне слова благодарности. Есть огромное количество людей, которым я помогаю. И есть какой-то маленький процент на данный момент несозревших людей, которые не молчат, а пишут говно. Говно пишут те люди, которые... Ну, то есть, мне, например, кто-то не заходит. Есть множество людей, честно, которых мне не нравится, которых очень много людей обожают. Честно. Мне не заходит. Но вы когда-нибудь видели от меня там отзыв? Вот это там вот... Ну, нет, ну, почему? Почему, во-первых, первое, почему я считаю, что мое мнение важно транслировать? Во-вторых, то, что мне этот человек не подходит и не нравится по каким-то моим личным моментам, моим личным тараканам, это нужно оставить при себе, с чего вдруг я буду это поносить. Это понос называется. Поэтому кто там что обо мне плохого думает и говорит, да господи, ну, на здоровье. Просто помните о том, что... Помните технику слоненка. Когда у вас понос начинается, то хобот поднимается наверх, и вы обливаете этим поносом себя. И притягиваете в свою жизнь еще больше говна. Вот сидите, поносите в этой куче. Не надо этого делать. Я себе это тоже напоминаю. Как бы вы выработали такую самоценность? У меня нету никакой самоценности, я даже не знаю этого слова. Я не понимаю, как люди себя так обесценивают. Давайте так. Вот эти вопросы, они для меня не ясны, потому что, когда человек говорит, как вы выработали в себе самоуверенность, а с чего вдруг мне быть в себе неуверенной. Когда люди говорят, а как вот вы так себя преподносите, а как еще себя преподносить, как можно преподносить самого дорогого, прекрасного человека в моей жизни, меня, как и в вас, в вашей, по-другому. То есть у нас с вами разные взгляды и убеждения на жизнь. Как я их выработала, точно так же, как и вы. Только вы выработали одни, а я другие. Поэтому я вам и говорю, хотите такие, как у меня, я вам расскажу. Вот и все. Вы, как всегда, красивы. Спасибо, Андрей, мне очень приятно. Сама оценка рождается, исходя из наших действий и работы над собой. Вот, например, откуда моя Ева знает, что она круто танцует в свои 6 лет? Я вам расскажу, откуда. Она знает это. А, потому что она в неделю танцует порядка 16 часов. Б, она участвует в турнирах каждую неделю. С, она занимает призовые кубки и выигрывает детей, которые на 2-3 года ее старше. Вот откуда. Почему она это знает? Потому что она каждый день над собой работает. Если бы вы работали над чем-то каждый день, вы бы тоже это знали. Откуда я знаю, что я шикарный спикер? Да потому что я не знаю, какое количество часов. Я уже от выступала. Сейчас у нас может прерваться связь и будет трястись машина. Это будет недолго, но чтобы вы там не подумали, что я куда-то исчезла. Минута и все пройдет. А может быть, будет все хорошо. Вот. Вы должны понимать, то, над чем вы работаете, то и растет. Если вы над этим не работаете, оно у вас никогда не возьмется. Если вы в себе не уверены, если вы постоянно паритесь, что с вами не так, то откуда у вас эта самоценность возьмется? Или как-то там это слово назвали. Ой, я не лови же вручатку, сейчас не хочу. Оттрясемся, потому что и камера трясется, и голос трясется, и интернет, скорее всего, трясется. Еще в детстве тут в школу ездила, помню, как я писала домашнее задание. Такие у меня извращения были, делать домашку некогда было, как и моим детям. Так, и ничего, не умерла. Как не обесценивать себя за ошибки и промахи? Знаете, почему у вас так все фигово, Лиза, Ва Лиза? Ну, судя по вашим вопросам, простите, Лиза, я ничего против вас не имею, но судя по вашим вопросам, у вас какая-то жопа. Я вам скажу, потому что все ваши вопросы строятся, как вы все время концентрируетесь на том, что у вас плохо. Вы мне не спросили о том, как достичь успеха. Вы меня не спросили о том, как мне заработать не 5 тысяч долларов в месяц, а 10. Вы все время спрашиваете, как мне не умереть. И ваши мысли, ваша вибрационная волна все время думает об умереть, все время думает о неуспехе. Потому что вот эту «не если убрать у вас частичку», у вас все время есть страх, что вы недостаточно, нехороши, не умеете, не можете и так далее. Вам необходимо перестать об этом думать. То есть люди, например, сейчас я объясню вам пример. Еще секунду и все. Все, закончилась брусчатка. Я вам объясню. Такой пример. Для того, чтобы вы могли финансово стать обеспеченным человеком, а у вас есть долги, вам нужно думать не о долгах, не строить предложения и свои мысли вокруг о том, как мне закрыть долги, как мне не быть должным, что мне делать с долгами. А вам необходимо сказать, мне нужно заработать 10 тысяч долларов. Я зарабатываю 10 тысяч долларов. Так, а что я делаю, чтобы заработать 10 тысяч долларов? Вы понимаете, что это два разных океана. Первое, ваш мозг и ваши энергетические вибрации думают о долгах. А второе, океан, это вы думаете о том, как заработать. Это разные энергетические вибрации. В первом случае вы притягиваете еще больше долгу. Во втором, вы притягиваете еще больше возможностей, как заработать. Разницу понимаете? Разницу понимаете, мать вашу? Сколько вам, блядь, говорить можно? Уже вы бесите этими вопросами. Нельзя постоянно думать о жопе. Если вы будете думать, как выбраться из жопы, вы будете еще глубже в нее засасываться. Вам это понятно? Мысли, вы понимаете, вы же не детский сад. Вы понимаете, что надо думать не о жопе, а о том, чего вы хотите. А вы круглосуточно думаете о том, чего вы не хотите. И получаете этого еще больше. Вам татуировку сделать? Я вам сделаю. Ну, ну пора же же, должно же дойти до ваших голов. Ну, мать вашу. Ну, ребята, думать надо о том, чего вы хотите, а не не хотите. Это напишите себе на лбу, чего я хочу, а вы все время, Лизова, Лиза, пишите херню, которую вы не хотите. И вы в это еще больше заваливаетесь. Понятно? Нет? Понятно? Работать над собой, это тоже вопросик такой, знаете, работать надо сначала над своей башкой. Потому что в вашей голове живут совершенно дурацкие, простите, тупые мыслишки. И поэтому вы в эту тупость еще больше заваливаете. Ну, ребятки, ну, котики, ну, каждый день вам говорю, уже жопки вам вылизываю, уже развожу ягодички, уже объясняю, объясняю, вы, сука, опять, блин, как мне не сдохнуть? Сдохни. Телефон упал, аккуратно, с телефонами. Так, пришла на рерайтер изначально, чтобы сказать вам лично спасибо, нашла на рерайтер режим черный. Спасибо огромное, мне это очень приятно. Я хочу, чтобы вы приходили на рерайтер, чтобы поменяться и получить то, чего вы хотите. Хотите, мать вашу. Мы пишем книгу жизни на рерайтере с вопросами на ответ, чего я хочу. Заметьте, мы не пишем, чего я не хочу. Правило фонарик. Я уже изобрела тысячу правил. Правило фонарик. Помните, темнота и фонарик в руках. Запомните правило фонарика. То, на что вы светите, то и растет. Светите на долги, на решение проблем. Как мне решить эту проблему? Проблема растет. Долги растут. Как мне не болеть? Болезнь растет. Думать, мать вашу, нужно о том, чего вы хотите, а не не хотите. Правило фонарика. Вы куда светите, то и растет. Ну, хочу, чтобы вы это поняли. Ну, очень сильно хочу. С мягкими выражениями, жесткими выражениями. Ну, как-то хоть поймите. Хоть как-то. Очень сильно хочется. Правда? Мысли материальные вы правильно говорите. Да, благодарю. Конечно. Могу ли человеку сделать порчу магии, если он утверждает это факт? Могут ли человеку сделать порчу магии, если он утверждает это фактами? Ваш вопрос взрывает мой мозг по двум причинам. Первое. Совершенно по-дурацки сформулированный вопрос. Ну, простите меня. Простите меня, он непонятный. Я могу только догадаться, о чем вы говорите. Я могу вам ответить по этому, то, как я его понимаю. Потому что то, как вы его задаете, его понять нереально. Человек может причинить себе вред только сам. Другой человек не может причинить вред другому. Еще раз. Если я хочу причинить вред кому-то, я причиняю вред. Только знаете кому? Себе. Вред – это мое. Если у меня есть стакан, и я хочу его кому-то отдать, то этот стакан мой изначально. Мой. И этот стакан причиняет вред только мне. Ну, может быть, не лучший вариант, но пример. Но я хочу, чтобы вы понимали. Если у меня есть эмоции, что такое негатив, что такое злость? Это энергия. Эта энергия должна кому-то принадлежать. Она принадлежит мне. Я не могу энергию передать. Я могу и только обладать. Если я и обладаю, я притягиваю в свою жизнь еще больше таких вещей. Но как я могу ее передать? Можно ее передать? Можно. Каким образом? Но ее можно передать, поделиться, но не отдать. То есть я могу отдать, передать, но не отдать до конца. Она все равно будет моя. То есть говно все равно останется с вами. Это то, почему вы должны подумать перед тем, как захотеть наградить кого-то другим. Это как, извините, заразить спидом. Спид останется с вами. О, понятненький вопрос. Трипер, что там еще бывает, с вами останется. Передать можете? Как можно передать? Точно так же, как и спид. Для того, чтобы передать спид или трипер. О, будем сегодня говорить о классных болячках. Нужно, чтобы человек согласился вступить с вами в половой контакт. В данном случае, чтобы человек захотел вступить с вами в контакт. Вы эмоционально близкие. Тут физически, а там эмоционально близкие. То есть вы ко мне приходите и говорите, Оля, ты конченая дура. Сдохни, тварь. Я на вас смотрю и говорю, чего? А ну иди сюда. У нас с вами начался секс. Ну, вот так назовем. В этом случае я приняла ваш негатив. Я вступила в этот контакт, я приняла, и в этом случае ваше говно на меня полилось. Вот так это работает. Наша энергия смешалась. Ваш трипер передался мне. Если вы приходите ко мне и говорите, Оля, сдохни, тварь. Я говорю, приятно познакомиться и ухожу в сторону. Ваш трипер остался с вами. У нас секса не получилось. Вам понятно? Гениальный пример понятен, почему секса у нас с вами нету. В данном случае. Все. Но трипер остался с вами по-любому. Вы не можете свой трипер мне просто передать. Это не в квача игра. Не кэтч. Помните? Кэтч? Я больше не кэтч. Нет. Трипер останется с тобой. Все. Я надеюсь, мой пример вас вдохновил. Так. Так. Покажу маме. Да. Пожалуйста. Маме покажите. Про трипер. Про трипер. Самовнушением занимайтесь, а не будьте внушаемы. Не парьте свою голову дурацкими фразами. Переставайте сохранять фразочки, которые вам кажутся симпатичными. Начинайте перепрограммировать свой мозг и понимайте. Самое важное, чтобы вы понимали. Когда вы начнете понимать, вы начнете принимать. То, о чем я говорю. Не вспоминать об этом, когда вы уже стрипером лежите и говорите. Ну, Оля же говорила. Она же предупреждала. А тогда, когда вы начинаете этому внимать. Когда идет человек дурак и хочет вам что-то негативное сказать или сделать. А вы улыбнулись и пошли дальше. Не отреагировали. Когда вы хотите своему мужу сегодня что-то резенькое сказать. Очень сильно хочется ему что-то ответить. Но вы понимаете, вы мозг вначале включили, не сказали, а вначале включили и подумали. Я сейчас создам негативную абсолютную историю, которая в мою жизнь притянет еще больше всего этого говна. Зачем оно мне надо? Включать нужно мозг до. До. Почему полезно смотреть мои эфиры? Когда ко мне приходят люди на рерайтер? В двух случаях. Первое, это тогда, когда уже заранее климануло, уже произошло много ситуаций. Человек очень хорошо понимает, о чем я говорю. Второе, это когда человек смотрит мои эфиры и начинает, с ним происходят приключения, и он начинает вспоминать. А мне же об этом говорили, а меня об этом предупреждали. Блин, она же уже это знала. И потом человек понимает, что зачем я постоянно бью себя по голове, зачем я заведомо постоянно совершаю те ошибки, о которых меня давным-давно предупредили. Я так больше не хочу. Когда наступает ваше «я так больше не хочу», тогда наступает ваш шаг к вашему пробуждению. Я называю это пробуждением. До тех пор, пока вы этого не понимаете, пока вас все устраивает, вы ничего менять, соответственно, не будете, не хотите. То же самое происходит с вашими партнерами. Почему я и говорю? Это вас может ваша жизнь не устраивать, а вашего партнера она может вполне устраивать. Очень часто так и происходит. Почему люди начинают расходиться? Один человек хочет идти дальше, второй не хочет. Один пытается изменить второго, потому что ему жалко, он хочет ему помочь. Но нельзя помочь человеку, если он сам вас не просит о помощи. Вы должны это понимать. Потому что в этом случае вы только вызовете ненависть. Вы не навредите ему, вы вызовете ненависть по отношению к себе, к сожалению. Я прекрасно вас понимаю, мне тоже всегда раньше хотелось спасать мир. Думаете, сейчас мне не хочется. Я когда смотрю на многих из вас, в том числе, на людей, которые меня окружают, мне прям хочется флажки людям раздавать и говорить, ну ёпси, ну на, ну вот же спасательный круг. Ну это бесполезно. Поэтому я не тащу никаких своих друзей, знакомых, там к себе на рерайтер. Я даже не обсуждаю эти темы, даже когда они говорят всякие разные глупости, я молчу. Иногда, так очень редко я маме говорю, мам, ну я тебя умоляю, ну пожалуйста. Вот, и всё, потому что это бесполезная история. Господи, что происходит? Как-то еду все машины. Так, вы сейчас фонариком посветили на триппер, следовательно, вы его к себе притянули. Вот спасибо за ответ, что вы несёте. Но вот это, знаете, это всегда поражает. Я всегда думаю, ну откуда вот люди, простите, даун, в данном случае даун, это вниз, притягиваются в мой профиль. Сегодня тоже одна красавица, которую я забанила, отвечала всем на комментарии. Вот такое ощущение, что вот я всегда думаю, господи, ну откуда я ересь притягиваю? Есть во мне, видать, какая-то ересь, что обязательно я притяну каких-то очень странных людей, и я пытаюсь расширить глаза и думаю, господи, ну что ж такое за ебанько, откуда же оно берётся в жизни? Но берётся откуда-то, ладно. Позволь себе быть собой, другому быть другим, Олечка, напоминаю тебе сейчас об этом. Так, мой с вами револютор начался с проекта «Зжигалка», смотрела ваши эфиры, спасибо. С каждым вашим эфиром всё в здоровье, пробуждение, это реально больно, знаю, больно, да. Ну мы, знаете, мы меняемся почему-то через боль, да, мы же через комфорт не меняемся, вы помните. Нам бы чего-то надо вот этого болезненного. Мало того, раньше даже такие существовали техники довести себя до боли, ещё больше, ещё больше довести до боли. Вообще я считаю, что меняться нужно от приятного, у меня это часто получается. Вот это чем больше я получаю, тем больше я ещё чего-то хочу, то есть тем больше стимула развиваться. Для многих людей, к сожалению, достаточно, знаете, такой уровень мал. То есть человек чего-то достиг, например, там, не знаю, как денег заработал, например, у человека была цель заработать тысячу долларов, он её заработал, и вместо того, чтобы дальше умножаться и развиваться, он её проедает. Потом он её проел, она у него закончилась, и он пошёл дальше работать. Я это называю техникой банана. Когда надо допрыгнуть до банана, ты его съел, а потом надо опять прыгать к банану. Я люблю создавать плантации, когда бананов всё больше, больше, больше и больше. Ну, у каждого своя техника. Так, то есть нужно говорить себе не «как мне не», а «как мне да». Безусловно. То есть нужно фокус зрения думать не о том, чего вы не хотите, а о том, чего вы хотите. Безусловно, да. Я рада, что ваш инсайт сегодня такой, потому что это хороший инсайт. Фокус зрения переключается. Ещё раз. «Я не болею больше» или «Я выздоравливаю» – это два совершенно разных энергетических излучения. Когда вы говорите «выздоравливай», «я выздоравливаю», когда вы говорите «не болей». Мозг всё равно ваш слышит «болей» или «выздоравливай». Так, прекрасно. У нас с вами есть ещё время. Мои дети пока в школе. Думаю, с вами чудесно пообщаться. Так, как бросить курить, если я потом об этом думаю? Я не эксперт в курении. Я никогда не курила. Я не эксперт по зависимостям. Но давайте порассуждаем. Я считаю, что тут первым делом всё-таки появляется всегда мотивация. Всегда должна идти мотивация. То есть вы хотите вообще бросить курить или нет? Это как с алкоголем или с едой, со сладким, ещё с чем-нибудь. То есть важно ответить себе на вопрос. Если я понимаю, что я реально хочу бросить курить, то это очень важный момент. То есть я понимаю, что моя мотивация сильно выше. Если я этого не понимаю, то бесполезно, как по мне, пытаться. Все способы всё равно вас будут приводить в итоге к тому, что вас будут расстраивать какие-то люди. Вы будете находить миллион причин, по которым вы не можете бросить курить. Есть книжка «Как бросить курить». Скажите мне, какого автора он про очки там что-то пишет? Забыла вас, к сожалению. Очень много людей мне рекомендовали, которые говорили, что бросили курить именно после этой книги. Я не помню, к сожалению. Но я вам могу сказать, по зависимостям, просто я рассказывала о том, что у меня был отец алкоголик, и я в этой теме достаточно неплохо рулю. По зависимостям всё начинается с решения человека, у которого есть зависимость. Если у него как бы это решение не принято, то бесполезно. Другие люди его не могут вылечить в этом плане. Вот, собственно, и всё. Так, моё любимое слово. Да, спасибо. Нравится мужчина старше, чем привлечь его внимание? У нас с вами разные задачи. Мне младше, вам старше. Шутю. История не про возраст. История про то, насколько вы вообще интересны. Это история, ну, немножечко о других вещах. Мне сейчас сложно, наверное, давать какие-то такие рекомендации. Ну, как бы привлечь внимание можно многим. Можно декольте, можно его любимая книга, и можно тем, что вы хорошо поёте. Я не знаю всех ситуаций. Я вам могу сказать одно, что вы должны быть интересны и нравиться себе. Это вот всегда очень важно. И мужчина всегда привлекается под стать вам. Если мужчина не привлекается, вам нужно понять, в чём вы с ним расходитесь. То есть что-то вас должно объединять и соединять. Очень непростой вопрос. Вот так вот я прямо сейчас не готова вам. Если бы вы были моей подружкой, мы сидели в баре, и вы бы мне о нём рассказали, там, мы бы что-то это, мы бы могли с вами что-то прикинуть. Вот сейчас сложно мне сказать. Возраст на самом деле ничего не определяет. Одним мужчинам хочется женщину помладше, просто физически красиво это. Другим, наоборот, хочется с которой интересно поговорить. Тут мы не можем сейчас представить вас к воображаемому мужчине. Это человек прежде всего. Как быть, если половина родственников обсуждает всякую ерунду, после чего понимает, что ты иссохла. Но если не будешь с ними общаться, то они считают, что они мне неприятны, и возвышаю себя над ними. А какая вам разница, что они считают? Вы взрослый человек. Вас никто не просит отказываться совсем от ваших родственников. Но проводить с ними время и общаться очень мало вы имеете право. То, что они считают, это их собственная история. То, что вы хотите, это ваша собственная история. Вы сейчас говорите, как ребёнок. Я не знаю, сколько вам лет. Вы сейчас говорите, как ребёнок. Но так или иначе, даже если вы ребёнок, вы станете взрослым. И вам нужно понять, что если вам необходимо говорить на те темы, вы понимаете, какие темы являются для вас паразитическими, и они вас разрушают, вы просто можете занять свою жизнь так, что у вас не было времени на родственников. Вы имеете право говорить, что вы заняты, что у вас есть другие встречи. Найдите себе другие увлечения и другое времяпрепровождение, так, чтобы вы спокойно, со спокойной душой могли говорить просто, что у вас нет времени на это общение. Вы приходили, здоровались, 10 минут говорили ни о чём, и валили, и всё. Так, говорит себе... Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас. Да, правильно понимаете, говорит. Да, Нарбеков, да, спасибо. Аллен Карр, лёгкий способ бросить курить. Нет, я про Нарбекова говорила, мне не помогла. Вот это то, о чём я говорю, Марина. Не помогает тогда, когда вы не хотите помощи. Ну, давайте будем откровенны. Рерайтер тоже не помогает тем людям, которые не хотят изменений. Книга — это не панацея. Книге вам даётся определённая технология, которой нужно следовать. Если вы ей не следуете, она вам не поможет. Рерайтер жизни тоже. Прикладывать к жопе жопа не уменьшится. Вот точно вам могу сказать. Вот. И голова не станет умно думать, если вы будете даже круглосуточно просто слушать мои эфиры. Увы, нет. Приходится меняться и действовать. Поэтому, если у вас есть желание, вам поможет. Если нет, нету. Так. Вы верите, что деньги любят чистоту? Не думала об этом. Если мужчины привлекаются из всего спектра и уровня развития, от нищих до миллионеров. Я думаю, значит, вы ещё не определились, кем вы хотите быть. Ну, мужчины же это не только история про деньги, это ещё история и про другое. Возможно, у этих мужчин есть нечто общее. Например, они не ценят вас, они не хотят с вами серьёзных отношений, что такие, что такие. Тут нужно смотреть. И чем, скажем так, чем твёрже, как Личность становитесь вы, твёрже, это от понимания того, что вы понимаете, кто вы, чего вы хотите, кого вы хотите рядом с собой видеть, тем проще вам притянуть правильного мужчину в свою жизнь. Это как поход в супермаркет. Когда у вас есть чёткое понимание, что вы будете готовить, вам сильно проще положить в тележку правильные продукты. То же самое и с мужчинами. Когда я понимаю, чего я хочу, тогда я понимаю, что делать. Ну, давайте рассмотрим. Например, смотрим на троих мужчин. Ну, вот мне 37. Представим себе, мой мужчина, не будем старше брать, уже хватит. 57 моему мужу. Например, представляем, у меня есть мужчина, вот три возрастные группы, 37. Ну, и, например, там мужчина 20 лет, да, ну, как-то младше 20, как-то вообще не солидно. К примеру, у меня есть три мужчины на выбор. 20 лет, нет денег, есть любовь, может, он меня любит, там, в общем, люблю, машину куплю, когда-нибудь заработаю, разбогатею, но любит страшно, да, может, у нас там с ним секс крутой, там, что там у нас ещё может быть. Романтические свидания, крыша, ну, денег нет, естественно, ну, в общем, вот такая история. Такой мужчина, например, есть. Дальше, есть мужчина серьёзный, с которым можно детей рожать, жить, состоятельный, там, ну, вот, например, мой муж, только, например, он не мой муж просто. И рассмотрим третьего мужчину моего возраста. В принципе, с ним можно развиваться. Он такой уже как бы не бедный и не нищий, ну, типа, и ещё и не богатый, можно с ним идти. Вот, отношения такие, ну, типа, хорошие. Мы уже какое-то время вместе, например, с ним знакомы, уже страсть у нас особо прошла, но, тем не менее, нам вместе кайфово. С кем из них строить отношения? А я такая, какая я есть, например, я Оля Юрмилова. Ну, вот, смотрите, если я буду строить отношения с 20-летним, первое, если я буду пытаться из него растить лидера, учить его зарабатывать деньги, постоянно его напрягать, что ты сегодня сделал, как ты вырос, там, как вы думаете, долго ли продлится наша романтика? Ну, давайте, обсудим это. Долго ли продлится наша романтика, если я буду делать из него миллионера? 20-летнего парня. И всё время его торбить. Цели, задачи, значит, там, и так далее. Он, типа, давай потрахаемся, давай, значит, пойдём ландыши нарвём, не знаю, там, украдём яблоко из супермаркета. А я ему такая, цели, задачи, ну, понятно, что нет, понятно, что нет, да, то есть, как бы, то есть, я могу с ним построить гармоничные отношения только в том случае, если я возьму наши сильные стороны с ним в отношениях за основу для себя. Я буду понимать, что деньги зарабатываю я, что с ним у меня секс, с ним у меня лёгкость, с ним у меня романтика, но, типа, всё остальное нет, ну, нет. И как долго продлятся эти отношения, хуй знает. Может быть, что он через 10 лет от меня свалит легко, ну, вообще легко. Второй вариант мужчины, да, я понимаю, что вот он хочет вместе развиваться, там, вместе со мной, он, там, мой одногодка, у него там есть какие-то перспективки, иногда нам с ним бывает интересно, весело. В каком случае у нас могут быть с ним классные отношения? Если я его буду торбить и делать из него лидера, будут у нас с ним отношения? Непонятно. Если я его в своё дело втяну, возможно, да. А если не втяну? Не знаю. Чего меня с ним вообще объединяет? Вот даже по истории меня с ним особо ничего не объединяет, да? Непонятно, что с ним делать. Короче, одногодка вылетает. Мужчина взрослый. Взрослый. С которым вместе, например, могу развиваться в бизнесе, у которого уже есть дети, например, у меня есть дети, мы не рассматриваем, что он мой муж. С которым классно, интересно, с которым надёжно, с которым всегда есть о чём поговорить, с которым вообще круто проводить время, с которым не стыдно идти на пляж. Но типа тоже, типа тоже прикольно. С ним можно быть уже собой, потому что если он уже в своём возрасте тебя принял, в своём возрасте, с твоим характером, значит, можно быть собой. То есть, понимаете, вы должны понимать, как вам себя вести, какая для вас модель поведения больше всего подходит. Если вы понимаете, что вам нужен мужчина сейчас просто для фейерверков, и всё остальное вы готовы сделать сами, значит, это одно. Если вы понимаете, что вы хотите партнёра, с которым вы хотите развиваться вместе, это другой партнёр, и так далее. Нельзя требовать от того, кто на что-то не способен, других вещей, потому что тогда это будут страдания. Всё. Если женщина будет ему мамочкой, мужчина заведёт любовницу, скорее всего. А как вы думаете, женщина может быть мамочкой для взрослого мужчины? Так. Начала меняться внутрь у себя, у меня поменялось мышление, начиная свой день с благодарности. Но окружающие меня люди не все понимают, меня некоторые крутят у века, думают, что я схожу с ума. А зачем вы посвящаете окружающих людей в свои изменения? Вот вы, значит, ещё незрелый человек, вы хотите, чтобы другие люди, вы всё равно жертва. Вы меняетесь, но вы хотите, чтобы другие люди вас поддерживали. Для вас ещё имеет значение, что они думают. Лидер – это человек, у которого есть его цель. И его прежде всего качает то, чего он хочет. То есть мне, например, всё равно. Я лидер однозначный. И мне, например, всё равно, поддерживают ли мои идеи, считают ли. Зачастую, когда я что-то придумываю и озвучиваю эту миру, раньше, например, мой муж себя крутил у виска. Потом, когда он понял, что я гениальная женщина, по его словам, он поддерживает все мои идеи. Но даже если бы он их не поддерживал, часто такое бывает, что я ему о чём-то начинаю говорить, потом говорю, ладно, я не буду тебе рассказывать, я потом сделаю, и всё будет окей. То есть мне не нужно чьё-то одобрение. А вы пока ещё вот в нём его ждёте. Перестаньте ждать чужого одобрения, и перестаньте париться, грудь – это не у виска или нет. Значит, вы смотрите в их сторону. Сосредоточьтесь на себе, сфокусируйтесь на том, куда вы идёте, и вам будет всё равно, смотрит на вас кто-то или нет. Они будут смотреть и хлопать. Так, не ответили на мой вопрос. Я вам скажу, что женщина может быть мамочкой абсолютно для мужчин любого возраста. Мы в скором будущем с моей подругой, не хочу сейчас светить, собираемся с очень моей крутой подружкой, очень крутым коучем в определённой теме, собираемся провести прямой эфир, который, я уверена, порвёт вообще многих людей. Вот как раз эту тему мы будем там затрагивать и разберём. Не буду сейчас её трогать. Не хочу. Так, муж у меня одногодка, постоянно его дёргаю, чтобы развивался, не сидел на месте, в итоге он делает обратное прям назло. Я это не контролирую, но понимаю, что масло в огонь подливаю. Вам нужно себе задать вопрос, каким вы готовы принять своего мужа. Ну вот так, посидите, подумайте об этом. Каким вы готовы его принять? С каким мужем вы готовы развиваться? Что он должен делать? Если вы понимаете, что он должен превратиться в другого человека, начните искать себе другого мужчину. Ну я вам честно говорю, как есть. То есть в тот момент, когда вы понимаете, что тот мужчина, который есть, он вас в будущем не устраивает, а вы хотите меняться, начинайте искать другого мужика. Так, можно ли ставить за цель определённую сумму денег, ведь деньги и энергии не обладают? Обладают энергией не деньги, а то, что стоит за деньгами. Вам же нужна не куча денег, вам нужно то, что вы можете на них приобрести. Именно поэтому мы всегда визуализируем свои желания, а не сумму денег. По крайней мере, сумма денег у нас должна быть связана с тем, что она нам даёт. То есть если я хочу, например, зарабатывать с бизнеса такую-то сумму денег, то я уже понимаю, какой образ жизни я хочу вести. И зажигают нас именно образы, а не деньги. Поэтому за цель ставить можно, но визуализировать надо не кучу денег. Итак, вкратце. Вкратце. Я пока с нами болтала, я вспомнила, что я не съела сукро сам. Это хорошо. Значит, я съем его потом. Так, друзья, у нас ещё есть порядка 10 минут, потому что потом я буду забирать детей. Поэтому я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Я, кстати, вам очень благодарна. Во-первых, а, много интересных вопросов. Во-вторых, б, вас тоже много днём в 12.55 на незапланированный эфирчик. Прям вот очень, очень неприятно, что мы можем с вами поговорить. Может быть, я ещё пропустила вопросы? Ну, давайте. Так, у меня после рождения сына вся энергия уходила на решение проблем со его здоровьем. Я исключила из своего круга всех людей и родственников, которые расшатывали моё состояние. Пообижались и приняли. Очень вообще тяжёлую тему вы поднимаете по поводу, вот я когда слышу проблемы со здоровьем, у меня вам честно скажу, вот когда дочка говорит, что у неё болит живот или рука, у меня наступает состояние, с которым мне необходимо работать. То есть, мои внутренние страхи сжимаются настолько, и вообще сегодня даже пост на эту тему думала написать, что дети являются как бы сублимацией наших страхов. То есть, это наша ценность, самое вообще, что ни на есть ценное. И через детей мы становимся очень уязвимы в жизни. Но, наверное, через детей мы и способны меняться, потому что ничто нас так не двигает к каким-то изменениям, и не толкает на эти изменения, как наши собственные дети. Поэтому к вопросу здоровья нужно относиться, конечно, очень тонко и понимать, что дети через здоровье тоже с нами разговаривают. Так, смотрю пока. Вас всегда интересно слушать, поэтому времени жалко. Ну, это тоже хорошо. Я, кстати, тоже очень люблю вести эфиры, потому что для меня это всегда возможность поразмышлять на какие-то темы, потому что именно в момент размышления рождаются какие-то свои инсайты. Вы же понимаете, что я тоже не говорю по шаблонным заготовкам, и я вообще никогда не готовлю эфиры. Мне не нравится вообще вопрос подготовки никогда, потому что всегда, когда ты готовишься, ты становишься заложником шаблона. Ты постоянно думаешь, что у тебя на бумажке, постоянно пытаешься вспомнить, что там написано, твой мозг предательский начинает заедать, его зажёбывает. Поэтому всегда во всём важно понимать суть. Вот просто запомните для себя, во время любых ваших выступлений, презентаций вы должны понимать суть того, чего вы хотите сказать. Если у вас есть суть, понимание сути, и вам эта тема интересна, вы всегда найдёте, какие слова подобрать. И это будет всегда очень интересно и органично. Если вы этого не понимаете, пытаетесь зазубрить слова на бумажке, то это, конечно, всегда будет очень печально, потому что это будет школа. Это будет школьный экзамен, где вы сказали, получили оценку и тут же забыли. Тут же, моментально. Так, а ваши отношения к интервальному голоданию? Да нет у меня никаких отношений к голоданиям и к прочим вещам. У меня очень своеобразное отношение с едой, я об этом говорила. То есть, ну это, я не особо люблю обсуждать эту тему, потому что я не являюсь в ней экспертом или человеком, с которого можно брать в этом пример. Мои отношения с едой очень сложные, очень долгие, и, наверное, это одна из самых сложных вообще тем в моей жизни. Поэтому, кто каким образом себя на что котирует, это такое дело, знаете ли. Для меня, например, вопрос стройного тела является... Как это сказать? Даже не знаю, как это сказать. Ну, в общем-то, с детства для меня это вшили в голову как проблему. Стройное тело и так далее, и так далее. Поэтому для меня это очень много всяких там связей есть. Поэтому я эти темы не особо обсуждаю. Считаю, что каждый человек вот с этим должен разобраться самостоятельно. По крайней мере, не со мной. Вот, поэтому можете мне не задавать вопросы про похудение, про голодание, про питание. Это не со мной обсуждать. Я точно здесь не пример. Так, я частично пробудилась, ушла с работы, которую я не удовлетворяла, но вот дальше трудно заставить себя как-то двигаться. Мешают страхи и нерешительность к действиям. Что посоветуете делать? Ну, я всегда советую только одно – разговаривать с собой. Я, например, ну, знаете, вот, например, я стою, смотрю в зеркало, и я себе не нравлюсь. И что посоветуете делать? Я говорю себе, давай с тобой поговорим. Ну, то есть, вот, ты сейчас, у тебя плохое настроение. Почему? Потому что ты себе не нравишься. Вот, окей, какие у тебя есть варианты? Не нравится себе дальше находиться в плохом настроении. Что бы улучшило тебе настроение? Если бы я немножко похудела. Хорошо, ты знаешь, как похудеть на 2 килограмма или на 5? Насколько там тебе нужно? На 2. Окей, ты знаешь, как это сделать? Конечно, знаю. Сколько тебе для этого нужно? Ну, реально, 4 дня. Окей, 4 дня для того, чтобы ты могла выглядеть так, как тебе нравится. Ты считаешь, это много? Нет. Ты считаешь, что сейчас проще продолжать лежать и ничего не делать, и грустить, или выделить на это 4 дня? Очень важно с собой разговаривать. Почему вы боитесь с собой разговаривать? Всегда задавайте себе вопросы. Я ушла с работы, я неудовлетворена. Ну, какую жизнь я хочу прожить? Какую жизнь я хочу прожить? Я хочу прожить жизнь недовольного человека, неудовлетворенного. Сколько возможностей, много. Хочу ли я путешествовать? Да, хочу. А какие шмотки я хочу носить? А куда я хочу ходить? А хочу ли я пойти в этот ресторан? А хочу ли я увидеть эту точку? А что я хочу дать своим детям? А сможет ли тот человек, которым я есть сегодня, это сделать? Нет. Значит, мне нужно поменяться. А готова ли я поменяться для того, чтобы получить вот такую жизнь? Да, готова. Хорошо, что я могу сделать прямо сейчас? Прямо сейчас. Что я могу сделать? Я могу подумать над тем, что я хочу нового попробовать в своей жизни. И кем я хочу стать? Если вы будете сами себя, простите, раздрачивать, сами с собой разговаривать, вести этот живой диалог, я вам для этого не нужна. Если вы будете это делать, то вы найдёте выход. Выход находит тот человек, который его ищет. Ещё раз. Выход находит тот человек, который его ищет. Если вы ничего не делаете, если вы лежите и втыкаете, если вы не способны себя внутри колокольчиком дзынь-дзынь-дзынь сделать, то, ну, ребят, тогда сбросьтесь с окна, только не сильно с высокого этажа, чтобы сломать ногу и руку, можно шею. Потом два года посвятить восстановлению и радоваться первым шагам. Разговоры с собой всегда помогают. Если вы, еще раз, если вы не в состоянии себя привести в форму, вы не думаете, что жизнь вас настолько не любит, что она оставит вас в покое. Нет, она обязательно пошлет вам какой-нибудь толчок, она обязательно пошлет вам что-то, что заставит ее ценить. А теперь скажите, пожалуйста, что лучше, меняться по собственному выбору или меняться, исходя из того, что вам пришлюл люд в посылке. А часто в посылке присылается какая-то жопа, потому что вас же хорошее не заставляет меняться, а жопа заставляет. Жопа заставляет, понимаете? Когда вам присылается жопа, и вы думаете, ёпси, и у вас сразу появляются силы, мотивация, деньги нужны, все, вы сразу становитесь другим человеком. Но зачем? Подумайте об этом. Как экологично избавляться от негатива? У меня есть целый фирм на эту тему, посмотрите. Найдите у меня, как избавляться от негатива. Не хочу сейчас на эту тему говорить. Почему я всегда пытаюсь уходить от конфликта? Много людям прощаюсь, сдерживаюсь. Если когда-то уже начинаю возражать, то люди говорят, что я плохая, обижаются, потому что вы жертва. Типичная. Вы типичная жертва, которая изначально жертвует собой, чтобы другим было хорошо. А когда вы пытаетесь ёкнуться, то другие вам напоминают о том, что вы жертва. И вы опять обижаетесь на то, что вы же для них всё делаете, а они скотины не понимают. Вы перестаньте пытаться уходить от конфликтов и сдерживаться, а начните ставить людей на своё место. И просто называть вещи своими именами, как я. Вам понравится. Вы перестанете быть жертвой. Вы почувствуете, что вы наконец-то свободны. Люди, которые хотят быть кем-то недовольны, всё равно будут. Всё равно будут. И чем больше вы будете стараться, тем больше вы будете обижаться, какие все неблагодарные. Хватит, Ксюша, хватит. Хватит, скажите тебе, всё, а теперь я буду другой, Ксюша, а теперь я буду Ксюша, которая будет сказать, нет, не буду, не помогу, не хочу. А почему? А потому. Можете ли вы сказать мужчине, который не дарит вам подарки, например, или не оказывает те знаки внимания, которые бы вы хотели, что вам бы этого хотелось? Я вот вообще всем в лоб всё говорю. Я говорю, мне давно не дарили подарок. А почему ты посчитал, что мне можно теперь не дарить цветы? А с чего ты взял? Я не хочу быть жертвой, которая сидит и страдает. Не хочу. Я лучше скажу в лоб, как есть. Иногда человека это заставляет, на украинском крутое такое слово, наякувиты. Вот. Чувствовать себя так типа, а мне никто этого раньше никогда не говорил. Ну, я же не виновата, что ты с лошицами встречался. Если они тебе этого не говорили, это же не означает, что, ну, лошары были. Страшные бабы, так я говорю своему мужу. Страшные бабы. Я другая девочка, привыкай, дорогой. Ты же с Ермиловой живёшь, всё. Так. Мне хирурги сказали, что ребёнок вообще не родится. Вы герой, Ира, вы герой, потому что это очень тяжёлый промежуток и путь. Вы герой. Вы все такие женщины, мои герои. Вы знаете, я, наверное, очень много из-за этого привела в своей жизни осознанность, для того, чтобы не заставлять своих детей или себя через какие-то или вселенную, через такие вещи со мной общаться. Поэтому я стараюсь локаторы раскрывать на максимум. Вы в любом случае герой и молодец, что справились с этим. Так. Мысль материальная, ни шутка, ни метафора. Так, 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 так. Как быть с неосознанным окружением? Они меня истощают и тормозят меня. Ещё раз. Это позиция жертвы. Они меня. Мир не идеален. И мир всё время будет вас ущемлять. Но поверьте, у мира нет такой задачи. Вы просто на этом фокусируетесь. Как только вы начнёте становиться лидером, у вас появится другое окружение лидеров. А всем остальным людям вы простите их неидеальность, как и я. Моё Величество прощает всем остальным. Так, спасибо за ответ. Очень нравится вас слушать. Круто прямо объяснять. Да, спасибо большое. Я очень стараюсь. Так, Оля, площади мой мозг. Три мощнейших инсайта за час. Шучу благодаря. Ага, понятно. Пожалуйста. Мне изменяет мужчина на 14 лет младше меня. А что делать? Пошлите его в жопу. Пошлите своего мужчину в задницу. Хватит. Если ему захотелось уйти куда-то, пошлите его в задницу. Не потому, что он плохой. Вы уже сделали что-то не так. Вы уже в ваших отношениях сделали что-то не так. И если он младше, ну найдёте себе другого младше. Тут просто история про то, что с младше там немножко другая. Другие мозги в любом случае. Вы уже где-то сильно напортачили. Напортачили. Вы напортачили. Не он. Изменяет он, но напортачили вы. То ли изначально выбрав неправильного мужчину, то ли что-то неправильно сделав. В любом случае вопрос не в нём, вопрос в вас. Вот научитесь это понимать. Вопрос всегда у вас. Мне, честно говоря, я не знаю, какие у вас там отношения. Если у вас нет детей, просто закройте эту книгу, поплачьте чуть-чуть и заведите новую. А вот в новой уже начните серьёзно понимать, что вы там не то сделали, проведите работу над ошибками. Вот если вы будете пытаться вот это реанимировать, если он уже начал это делать, то поверьте, он будет это продолжать. Так, тоже мама очень токсичная, постоянно на негативе. Как общаться? Свести на минимум. Свести на минимум маму. Мам, люблю, целую. У меня мама потрясающая, но мы общаемся очень редко, просто потому что у меня физически нет времени. Найдите чем заняться. Займитесь делом, которое вас вдохновляет, у вас не останется время просто на фигню, на всякую. Я маму очень люблю, но просто особо некогда. Мы видимся с удовольствием, всё прекрасно, но тем не менее. Переключитесь. Так, у меня было любимое дело, было счастье, всё пошло по маслу, пустя время пошатнулось, и меня просто загробили, что упала в депрессию, не настолько грамотная, не настолько красивая речь и так далее. Вика, ответ всем один. Друзья, я заканчиваю, потому что у меня сейчас уходят дети. Я вас приглашаю на мастер-класс. Давайте, начнём с мастер-класса. Рерайтер жизни ещё не скоро, а мастер-класс уже скоро. 1 марта будет мой мастер-класс, который называется «Управление реальностью». Три часа будем разбирать пошагово очень много классных вещей и буду давать техники. Стоимость мастер-класса аж 5 долларов. Почему? Во-первых, вы придёте, если вы заплатите эти деньги, потому что за 5 долларов вы сможете присутствовать только в эфире. Во-вторых, вы много себе позаписываете. В-третьих, есть надежда на то, что вы что-то попытаетесь сделать. Потому что в рерайтере жизни заставлю, здесь не заставлю, но тем не менее получите много структурированной информации. Давайте договоримся, что вы приходите на этот мастер-класс и, собственно, хорошенько работаете. Ссылка у меня есть в инстаграме на этот мастер-класс, в сторизах сейчас. Если вы её не найдёте, вы можете мне написать в директ, «Оля, я хочу на мастер-класс 1 марта», я вам пришлю ссылку. И мы с вами хорошенько поработаем. Сейчас я заканчиваю эфир, я вам всем очень сильно благодарна за то, что вы пришли сейчас неожиданно, и то, что мы так с вами круто, практически 200 человек посидели часик и классно, я надеюсь, пообщались. Я сохраню этот эфир и жду вас всех на мастер-классе. Я вас попрошу, как всегда, оставить пару слов в качестве оплаты за этот эфир, пару слов об этом эфире для тех людей, которые его не посмотрели, чтобы им или захотелось его посмотреть, или нет. Можете написать правду, если этот прямой эфир вам не понравился, и вам кажется, что он фуфло, так и напишите. Я на вас обижаться не буду, вы имеете право думать так, как вы думаете. Обнимашки, люблю, целую, сейчас публикую эфир и попрошу пару слов оставить.